3 миллиона рублей. Такая сумма требуется полуторагодовалому мальчику для операции. Диагноз редчайший. В организме малыша не разлагаются токсины. Ему срочно нужна пересадка костного мозга. Все подробности в нашем материале. Малыш уверенно собирает пирамидку. На месте долго не сидит. Очень любознательный нейрон, мальчика назвали в честь римского императора, долгожданный ребенок. Родился крепким и здоровым. Вовремя начал сидеть, ползать, бегать. На шумное дыхание врачи не обращали внимания. Лор уверяла, к полутора годам все пройдет. На профосмотре на обычного, вот в год после года, окулист заметила помутнение роговицы у ребенка. И это как было зацепкой. Значит, поставили диагноз мукополисахаридоз. Это редкое генетическое заболевание. В Новосибирской области это единственный случай именно первого типа. У нейрона не вырабатывается фермент, который отвечает за вывод токсинов из организма. Они накапливаются и поражают внутренние органы. Из-за этого мальчик тяжело дышит. Обычная еда для него – яд. Но у ребенка есть шанс выжить и поправиться. Нужна операция по пересадке костного мозга. Проблема в том, что трансплантацию нужно сделать до двух лет. Сейчас нейрону год и семь. Расходы на лечение огромные. То есть это порядка 12 миллионов. Весь курс, все необходимое. Конечно же, государство по законодательству должно лечить, выделить деньги на лечение. Но этого нужно еще и добиться. Они обивают пороги больницы Министерства здравоохранения. Заболевание редкое. Часто врачи не знают, как правильно оформлять документы. Поэтому бумаги приходится переделывать по несколько раз. А это драгоценное время. Перед операцией нейрону нужен курс очищения организма. Раз в неделю ребенку необходимы капельницы. Лекарство дорогое. Ампула – 63 тысячи. На один сеанс их нужно две. В министерстве пообещали достать препарат. Через месяц. После двух лет мы получаем тяжелого инвалида. Его до конца жизни будут колоть альдуразимом. В нашем случае еще проблема такая. Если до конца его жизни будут альдуразимом колоть, он не попадает в этот препарат, в нервные клетки, не очищает. В июне Наталья с сыном летят в Санкт-Петербург. Именно там малышу должны сделать трансплантацию. Российские специалисты уже провели более 440 таких операций. Многие дети после лечения полностью выздоравливали. Но удастся ли вовремя оформить квоту и собрать деньги? Нагрузка на родителей такая, что сейчас поиск донора – это 21 тысяча евро. Она не входит в квоту? Она вообще в государственную программу вообще никуда не входит. И реабилитация, то есть ребенка после операции – это тоже ложится на наши полностью плечи. По примерным подсчетам Игоря и Натальи реабилитация обойдется им в 3 миллиона рублей. Таких денег у молодой семьи нет. Они писали и звонили в благотворительные фонды, но везде получили отказ. Сейчас на счету семьи Герус – 340 тысяч рублей. Нужно собрать еще 2 миллиона 600 тысяч. Деньги можно перечислять на номер мобильного телефона или на банковский счет, реквизиты которого указаны в группе ВКонтакте. Игорь и Наталья верят, их малыш обязательно поправится. Последний срок трансплантации – октябрь 2015-го. Осталось 5 месяцев. Обратный отсчет пошел. Варвара Левченко, Константин Менин. Новости ОТС.